Как известно, людей встречают по одежке, а города по таможне. Уже третий десяток лет Дальневосточное управление остается самым крупным по занимаемой территории региональным управлением Федеральной таможенной службы. Через Приморскую столицу идет самый большой поток товаров, морепродукты, автомобили, резина и черные металлы. А специалисты Уссурийской таможни обслуживают родные всем приморцам пункты пропуска через китайскую границу. Сегодня в этом подразделении работают более 700 сотрудников. Это полностью весь аппарат таможни по всем пунктам пропуска, на всех таможенных постах должно снылись. Как я уже говорил, у Алексея Алексеевича на таможенном посту 81 человек. Ну где-то может быть, конечно, людей не хватает, но в принципе справляемся. На пункте пропуска Полтавка свое дело знают. Несколько вопросов, беглый осмотр товаров через рентген, установку и довольный турист пересекает границу. Таможенники уверяют, на досмотр одного человека уходит не более двух минут. Контрафакт по-прежнему актуальная тема. В первом полугодии выявлено и признано таковым более 62 тысяч единиц продукции. В этот раз большое количество товаров, содержащие символику FIFA. Ну там и игрушки были, и кепки, предметы одежды, где, собственно, эти товары, точнее, логотипы наносились. Во втором полугодии ожидают снижения численности туристов. Связывают это с борьбой с коммерческим туризмом. Помогаек с каждым годом становится все больше. Товары из Китая завозят в Приморье в больших количествах. Ежедневно на погранпереходе выстраиваются очереди из автобусов и автомобильных поездов. Или в просторечии фур. В очередях с тюками застревают и обычные туристы. Те, кто хочет посетить соседнюю страну в качестве путешественника. И разделить эти потоки невозможно, подчеркивают специалисты. Большую помощь таможенникам оказывают и служебные собаки. В плане технической помощи, в плане помощи кинологического отдела, я как-то доволен. Работаем и для каждой кино. К слову, о инспекционно-досмотровом комплексе. Таких современных инструментов в Полтавке три. Работа выполняется в течение нескольких минут. Перед проверкой сканируют документы, где перечислены товары, находящиеся в машине. Можно ехать. Затем машину просвечивают, а на экране появляются результаты проверки. В данном автомобиле находятся продукты из Китая. Для удобства программа окрашивает каждый товар определенным цветом. В будущем такие аппараты будут показывать и вес. Незаявленной водителем продукции здесь обнаружено не было. Все, видите, все просматривается. Даже вот двигатель темный, вот мы осветление делаем. Если что-то где-то будет в районе двигателя лежать, сразу будет видно пятно. Находясь на границе, мы не смогли не спросить про ситуацию со стеклянным пляжем, а точнее с так называемыми сувенирами, которые китайские туристы прихватывали на память. По словам начальника уссурийской таможни, большого количества обнаружено не было ни на одном пункте. Возможно, туристы из Поднебесной просто выкидывают стеклянные сокровища из-за потери привлекательности. Хотя сами туристы признаются, на память оставляют малую часть. Маяки-то буду объяснять. Только один-два штука, и все, больше не могу. Через таможню не могу. По выявлению показателей, отражающих результативность и эффективность деятельности, уссурийская таможня оценена на отлично. В первом полугодии ДВТУ перечислила федеральный бюджет 118 миллиардов рублей, что на 37% больше прошлого года. А сами специалисты, а также жители Приморья не теряют надежды на новые пункты пропуска или достойную модернизацию существующих. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.